МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самарские специалисты для оборонных предприятий страны. Герой России Владимир Шаманов встретился с студентами. Чтобы было кому в горящую избу войти, в народные дружины будут набирать женщин. Из Самары в Стамбул теперь можно долететь без пересадок. Первый прямой рейс между городами сегодня ночью встречали в аэропорту Курумыч. Регулярные сообщения между Самарой и Стамбулом наладил турецкий лоукостер, а значит, цены на билет обещают быть демократичными. Валерия Макарова провела бессонную ночь в Курумыче и познакомилась с пассажирами исторического рейса. Этот самолет прилетел к нам прямо из Стамбула. Там сейчас плюс 10, а у нас в Курумыче минус 5 и очень холодный ветер. На самом деле момент исторический, ведь это первый прямой рейс, который свяжет Самару и Стамбул. Посадка начнется чуть меньше, чем через час. Плюс 4 часа в небе, и пассажиры окажутся в Турции. Этим рейсом из холодной Самары в Стамбул улетает 130 пассажиров. Мы на самом деле уже не первый раз летим в Стамбул. Нас как бы тянет туда еще не один раз, я думаю, вернуться получится. И мы очень рады, что сегодня у нас прямые рейсы открываются из Самары. И все-таки рекон наш развивается. Путешественников привлекают не только красоты Стамбула. Его аэропорт по количеству обслуженных пассажиров входит в тройку среди европейских и занимает 11 место в мире. Это аэропорт Хаб. Он используется как пункт пересадки и имеет высокий процент стыковочных рейсов, что открывает самарцам большие возможности для путешествий. Причем турецкий лоукостер станет не единственным перевозчиком в направлении Самара-Стамбул. Мы ожидаем, что следующий будет официальный турецкий перевозчик Turkish Airlines. Потом за ними должны пойти Pegas Flight, тоже в направлении на Стамбул. И на регулярной основе ожидаем Анталию с авиакомпанией Anur Air. Прежде у Самары не было регулярного авиасообщения с Турцией. Летали чартерные рейсы, попасть на которые можно только через туроператора. С приходом нескольких авиакомпаний улететь будет проще и дешевле. А значит Турция станет ближе. Валерия Макарова, Артем Слайманов, События. Потенциал Самарского технического университета будут использовать для оборонных предприятий страны. Об этом стало известно на встрече председателя комитета Государственной думы по обороне Владимира Шаманова со студентами. Молодые специалисты могут быть востребованы не только в военных структурах, но и в Ростехнологиях и Минпромторге. О чем еще говорили на встрече с Героем России, расскажет Лариса Шалафаст. Встреча с Героем России Владимиром Шамановым началась с общероссийских тем. Оборонная промышленность страны работает на полную мощность. Поэтому сейчас предприятиям требуются новые квалифицированные кадры. В планах активно использовать и потенциал Самарского технического вуза. Максимальный потенциал вуза использовать для решения задач в рамках структур, как Ростехнологий, так же и Минпромторга, и военных структур. Обсудили и итоги призывной кампании прошлого года. По словам Владимира Шаманова, впервые количество служащих по контракту превысило призывников. У клонистов в стране меньше не становится. Кроме того, 90 тысяч потенциальных солдат не получили повестки. Задавали Герою России и личные вопросы. Например, почему из всех видов спорта выбрал именно борьбу, и почему он пошел служить в ВДВ. А также, какая награда для него самая значимая. Я не мог оставить своих подчиненных, и поэтому по существу сбежал с госпиталя, находился в боевых порядках. И вот помню такая картина, где-то раннее утро, часов, наверное, 5 или 7, и подходят два солдатика. И несут солдатскую пилотку, наполовину наполненной земляникой. Вот эту награду, да, от солдат я никогда не забуду. Студенты вуза, участники патриотического клуба «Тайфун», активисты общероссийского движения «Юнармия» обратились к Владимиру Шаманову с просьбой увеличить возраст участников общероссийского движения. Сейчас вступить в него могут молодые люди до 18 лет. Владимир Шаманов пообещал обсудить этот вопрос на ближайшем заседании Совета «Юнармии». Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. 1 апреля по всей стране стартует призывная кампания 2017. Сегодня о готовности принять самарских новобранцев отчитались председатели городских и районных призывных комиссий. Как отметил областной военный комиссар, в этом году ряды вооруженных сил от Крыма до Владивостока пополнят 3,5 тысячи самарцев. Это цифры на уровне прошлого года. Генерал-майор Александр Даньшин напомнил об особых условиях призыва действующих и бывших студентов. Эти правила появились еще во время прошлогодней призывной кампании. Если раньше 20-летних юношей, которые обучались в техникум, мы призывали, то сейчас принято решение, им дается возможность учиться. Кроме всего прочего, всем призывникам с высшим образованием на призывной комиссии будет предоставлено право выбирать либо год проходить службу по призыву, либо два по контракту. В Самаре помощницу судей Кировского района, которая вымогала деньги, осудили на 2,5 года. Как установило следствие, в 2015 году Калине Калачевой обратилась женщина с просьбой проконсультировать по поводу возбуждения в отношении ее уголовного дела за незаконный оборот наркотиков. Служитель Фемиды пообещала помочь смягчить приговор за 150 тысяч рублей. При этом возможности исполнить обещание у нее не было. После передачи денег помощницу судей задержали сотрудники ФСБ. Калачева свою вину признала полностью и раскаялась с содеянным. Деньги средства в размере 150 тысяч рублей, 30 купюр и достоинства по 5 тысяч рублей. Обнаружены изъятые 18 февраля 2016 года в ходе досмотра. После того, как Калачеву приговорили к 2,5 годам лишения свободы, в колонии общего режима была подана апелляционная жалоба, но приговор оставили без изменений. А вот в состав народной дружины вскоре могут войти женщины. С таким предложением к начальнику главка обратились представители общественного совета. На заседание обсуждали самые насущные вопросы работы правоохранительных органов. За работой совета наблюдал Олег Зверев. В состав добровольных народных дружин, возможно, войдут женщины. Этот вопрос был поставлен на расширенном заседании общественного совета при областном главке. Пока в народной полиции только мужчины, но и слабый пол тоже рвется на защиту общественного порядка. Тем более, что в советские времена улицы патрулировали и те, и другие. Ну, в целом, если, как вы говорите, такие боевые есть женщины, и с таким серьезным желанием, намерением, я думаю, мы посмотрим. По мнению участников общественного совета, присутствие женщин в команде ДНД будет способствовать психологическому разрешению конфликтов. Тем более, что ситуация на вечерних улицах спокойнее не становится, а общественный совет при главном управлении МВД России как раз и создан для того, чтобы ставить народные вопросы перед руководством полиции. 26 числа состоялось мероприятие, наверное, слышали о сквере Пушкина, категория молодых людей там была. Есть ли какая-то статистика, кто присутствовал там и откуда все это пошло? Большинство участников, к сожалению, мы константируем, это молодые люди, учащиеся средних школ. Четверо было несовершеннолетних школьники города Самары, да. Это учащиеся техникумов, колледжи, вузов. Педагоги, родители должны все-таки работать, чтобы люди понимали, куда мы идем и к чему мы можем прийти. Какие последствия? Яркий пример это Украина, когда молодые люди, вот ведомые там, по сути-то ложными лозунгами, выходят и раскачивают политическую обстановку в стране. И к чему это приводит? К развалу страны. И на этом же заседании была озвучена инициатива. Общественный совет при самарской полиции планирует провести в Самаре встречу таких же представителей общественности из других регионов Приворского федерального округа. Олег Зверев, Сергей Баскин, события. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре грузовой поезд насмерть сбил женщину. Трагедия произошла в ночь на четверг на 1117-м километре железной дороги в районе Зубчининовки на перегоне Смышляевка-Беземянка. По предварительной версии, погибшая переходила пути в неположенном месте. Сейчас транспортная полиция проводит проверку. Управление по защите государственной тайны появилось в правительстве Самарской области. Это ведомство-приемник Департамента общественной защиты. Ранее оно курировало в том числе и вопросы защиты государственной тайны. Управление будет получать финансирование из регионального бюджета. Основными задачами ведомства станет защита государственной тайны, обеспечение специальной документальной связью главы региона, его заместителей и министров. Нетрезвый житель Кенель-Черкасского района заминировал трансформаторную будку. Тревожный звонок поступил в дежурную часть Тимашева. Прибывшие оперативники осмотрели все подстанции, но бомбы не обнаружили. Зато установили, что звонил 20-летний житель села. Во время опроса молодой человек сообщил, что это была шутка, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения. По статье «Заведомо ложное сообщение об объекте терроризма» возбуждено уголовное дело. В Самарской области два пенсионера на самодельном снегоходе провалились под лед. ЧП произошло в среду вечером в районе села Ягодное под Тольятти. По данным оперативной службы, мужчины в возрасте 65 и 70 лет возвращались с рыбалки, но снегоход не дотянул до берега и провалился под лед. В результате один из рыбаков полностью промок. Мужчины вызвали спасателей, которые отправились к ним на помощь на аэроглиссере «Патруль». В промышленном районе Самары осудили лже-чернобыльца, который 16 лет незаконно получал социальные пособия. Еще в 2001 году он предъявил специалистам социальной службы заверенную копию бланка полетного задания, согласно которому 24 мая 1986 года мужчина, будучи капитаном воздушного судна, участвовал в операции в Припяти, чего на самом деле не было. В общей сложности за 16 лет ему перечислили 765 тысяч рублей. 60-летнего мужчину приговорили к двум годам лишения свободы. Условно. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы к следующим эфирам. Гастарбайтеры со всех концов света. Более 6000 мигрантов хотят работать в Самаре. Тяжелая доля. Проблемы обманутых дольщиков обсудят сегодня на заседании общественной палаты. За спокойствие и целостность государства в Самаре прошел молодежный форум против экстремизма. Внимание телезрителей! С 23 марта наш телеканал вещает в сети Дом.ру в цифре на 22-й кнопке, а в аналоге на 24-й. А наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА